Так, хорошо. Сегодня мы поговорим немножко о том, как начинать работать с программой Builderall, как ее рекомендовать людям на Фейсбуке. Чуть-чуть уделю внимание, собственно, тому, как бы я это делал, если бы я вот начинал. Вот, Марина, мы посмотрим это на вашем аккаунте. Первое, что мне нравится? Сразу же скажу, что мне нравится вот то, что вы сделали. Живой, хорошая Фейсбук-страничка, ваш таймлайн, да? Вы начали постить вот эти вот все так называемые quotes. Я вижу, у вас уже идет, вы рекламируете свой Builderall аккаунт, да? Как начать бизнес ваших, через Builderall. Все это прекрасно. Теперь поговорим немножко о том, что стоит делать дальше. Значит, на Фейсбуке, в принципе, есть два варианта, как вы можете развиваться. Вы можете работать вот так, как сейчас и создать еще несколько страничек, которые будут посвящены конкретной тематике. То есть, в данном случае это Make Money Online ниш, да? Но также я бы сразу рекомендовал вам параллельно, сразу же создавать и свою группу. Потому что Фейсбук обладает все-таки целой кучей защитных своих механизмов, алгоритмов. И что они делают? Даже если у вас тут будет достаточно большое количество друзей, вот оно у вас появится со временем, будете постить интересную информацию, люди это будут смотреть и так далее. Но не факт, что Фейсбук, если вы будете печатать на таймлайне какие-то ссылки, он вообще не факт, что показывает это именно всем вашим знакомым и друзьям. Скорее всего, даже не показывает, если там есть линк, да? Но, когда это ваша Фейсбук-группа, он не может не показывать. То есть, он показывает все, потому что это закрытая, чаще всего это закрытая группа. Вот я вам сейчас покажу, например, свою закрытую группу. И вот все, что вы постите в закрытую группу Фейсбука, это все уже, собственно, реально, реально видят все ее участники. И вы уже тогда можете заниматься с ними то, что называется engagement, да? То есть, как бы вы задаете им какие-то вопросы, вы стараетесь сделать там общение с ними и так далее. То есть, вот моя, например, группа, то есть, что я рекомендую сделать следующим шагом после того, как вы создали вот свою страницу для бизнес-пейдж, для работы на Фейсбуке, да? Англоязычном, например. Следующий этап – это создать группу. И вот когда люди видят уже эту группу, вы опять же ее рекламируете, то видите, что вот у меня, например, 9 человек хотят присоединиться к этой группе, да? То есть, как бы их у меня там уже более 500. И вот каждый день заходят туда новые люди, присоединяются. Причем, у меня тут есть целая система, как я, что я предлагаю им сделать. Я, например, говорю, что если вы хотите присоединиться к группе, вот нажмите на вот эту ссылочку. А вот эта ссылочка их уже ведет на определенную там программку, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в любом случае, вы видите реальный пример, как это все работает. То есть, например, я могу посмотреть, что это за человек, откуда он, да? То есть, если мне нравится картинка, я вижу, что это живой нормальный человек, я его, например, могу зайпрувить, да? То есть, я ему говорю, что окей, да, окей, чувак, ты мне нравишься, прекрасно, заходи. Следующий, я смотрю на этого. Ага, тоже, о, какой хорошенький, да? Да, 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 да. У меня даже для этого есть специальная программа, в которой у меня сделаны... Ну, вам это сейчас не обязательно будет делать, но я просто показываю, как бы, немножко более уже такой продвинутый вариант, к которому вы придете со временем, потому что все люди, которые к нам попадают на Facebook, мы с ними имеем огромное количество возможностей, как, собственно, с ними работать. Вот я сейчас вам на примере своей группы покажу, собственно, как я это уже делаю, и вы сможете со временем это делать так же. Но пока что для начала просто создать свою группу. То есть, у меня есть, например, заготовка. Вот я ее просто из блокнота сейчас копирую, как я с ними общаюсь. То есть, например, если человек ко мне просится, и я вижу, что это реальный человек, я, во-первых, разрешаю ему присоединиться к своей группе, во-вторых, я сразу же добавляю его в друзья и отправляю ему вот такое сообщение. Вот оно, опять же, у меня заготовлено, да, чтобы, так сказать, присоединяйтесь сюда. И если вы хотите узнать, как работает эта группа, нажмите на вот эту ссылку. А когда он нажимает на вот эту ссылку, да, то он попадает уже в специальную программу, которая там автоматически рассказывает ему, что делать, куда бежать, на какие кнопки нажимать, и зачем ему это нужно. Так называемый чат-бот, да. Опять же, вам пока что это не нужно. Еще раз говорю, но так как я это записываю для Ютьюба, для русскоязычного Ютьюба, я хочу, чтобы люди видели немножко более, более вот как дальше, как это в англоязычном интернете люди делают. Здесь, например, вот такой чат-бот у меня. Я знакомлюсь, я пишу, что привет, меня зовут Геннадий Бубак. Вот, так сказать, то-то, то-то. Если, ну вот, моя фотография. И вот я ему сразу же говорю, что я так, у меня несколько компаний, такая и такая. Если вам интересны мои системы пассивного дохода, да, то нажмите вот сюда. Но в данном случае идет просто ознакомительное такое ознакомление, что после того, как вы попадаете в мою группу, нажмите обязательно на вот этот пост, то, что называется пинт-пост, да, прикрепленный пост к группе. Вот. И человек, соответственно, увидит условия группы, как в этой группе нужно работать, и самое главное, мои ссылки. Мои ссылки, те ссылки, которые я хочу, чтобы он увидел. Вот у меня вот это заготовленное, как бы, предложение есть. То есть, опять же, я не всех принимаю, но если я смотрю, что это реальный человек, да, то есть, что если это не Индия, не Пакистан, и не Бангладеш там какой-то, то я обязательно отписываюсь вот так вот этим людям. Я принимаю их потом сюда. То есть, я смотрю, откуда этот человек, в друзьях он у меня, не в друзьях он у меня, и так далее. Я могу зайти, как бы, на его профиль, окей? Посмотреть, что он там делает. И, собственно, Facebook – это общение, это вот эта вот персонализация, это то, что мы можем посмотреть какую-то, например, страницу, увидеть, что это реальный человек с его проблемами какими-то, а он увидит нас, увидит наши сайты там. Ну, то есть, это реально человеческое общение. Вот за это, конечно, Facebook надо сказать огромное спасибо, что, невзирая на все его запреты и так далее, ну, вот, например, что-то такое непонятное, Форекс-трейдинг какой-то, не хочу. Соответственно, то же самое, что-то нехорошее я не принимаю. Здесь, не знаю, откуда-то, какой-то Angel City, даже не знаю, это Штаты, не Штаты. Ну, то есть, я проверяю, да, если мне что-то не нравится, я не добавляю человека. То же самое, мне это не нужно, не добавляю. Теперь, заходим, опять же, назад в мою группу, и самое главное, что группа должна быть, это ваша профессиональная группа, то есть, например, вы можете рассказывать о том, как вы используете программу Builderall, то есть, все то, что вы сейчас вот делаете вот здесь, все то же самое стоит и нужно делать, но уже в своей группе. Я уже объяснил, почему. Потому что, первое, вы можете, все, что вы постите в группе, все вот эти ваши люди, которые там, они все это увидят. Вот 543 человека, они увидят вот каждый мой новый пост. Второе, я обязательно делаю вот здесь вот эти все ссылочки. То есть, видите, у меня здесь Welcome to this group, там, та-та-та-та-та, и вот все ссылки, что если вам интересен заработок онлайн, нажмите на вот эту ссылку. Если вам нужен реальный трафик, нажмите на вот эту ссылку, да. Хотите подписаться на мой YouTube-канал, вот сюда, ну и так далее. То есть, это то, что они обязательно просматривают, то, на что я делал основной акцент. А дальше, да, внутри группы точно так же, как вы, я их развлекаю, я делаю какие-то ссылочки, посты там, но разница между тем, что вы постите на своей таймлайн и тем, что вы постите в группе, она радикальная просто. И самое главное, как только вы начнете, люди начнут читать, комментировать то, что написано на вашей Facebook-группе, Facebook автоматически начнет делать промоушен этой группы. Ну, потому что он видит, что люди активны, группа активна, она не мертвая, соответственно, можно, то есть, вот эти вот 9 человек, это Facebook их мне пригнал сегодня, да. То есть, я ничего не делал для этого. Я просто опощу в эту группу. И группа должна быть правильно названа. То есть, если вы в Make Money Online ниш, соответственно, название группы должно быть Make Money Online ниш, да. То есть, у меня Business Start Ideas, How to Make Money Online with Affiliate Marketing. Закрытая группа. Хочешь присоединиться, жми на кнопку. Ну, то есть, как бы, повторяю, для вас следующий шаг, вы уже сделали свою первую страницу, у вас есть таймлайн, там все хорошо, люди потихонечку видят, будут дружить с вами. Но следующий шаг, это нужно сделать свою Facebook группу и дальше уже потихонечку ее развивать.